Здравствуйте! Итак, мы продолжаем разговор о немецкой классической философии и эстетике. И остановились мы как раз на фигуре Вильгельма Фридриха Йозефа Шеллинга и на его основополагающем и масштабнейшем труде «Система трансцендентального идеализма». Итак, этот труд венчает последняя часть, которая как раз и посвящена вопросам антологии искусства, то есть вопросам внутренней глубинной сути и назначения искусства. И Шеллинг утверждает, что, собственно, искусство есть эманация абсолютного. Эманация означает излучение, истечение, ну или в данном контексте некое открытие смысла. То есть искусство для него как эманация абсолютного ничуть не противоречит всей его системе. Вначале, как мы помним, натурфилософской системе его философии, так как через эманацию искусства раскрывается вот то внутреннее гармонизующее начало, которое может объединять весь мир и я-субъект в нем. Итак, искусство в каждом отдельном произведении является тождество объективного и субъективного, то есть, соответственно, сознательного и бессознательного по Шеллингу. И отсюда очевидно то иррациональное понимание Шеллингом объективной стороны художественного творчества, на котором он настаивает и на котором делает акцент. То есть художественное творчество по мысли Шеллинга или вот та самая эманация абсолютного в художестве действует на гения, то есть на самого художника, на самого творящего человека, как неведомая бессознательная сила. И далее я буквально цитирую, побуждая его, то есть художника, к высказыванию вещей, не открытых до конца его взору и осбладающих неисповедимой глубиной. Конец цитаты из Шеллинга. То есть таким образом этот мыслитель Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг настаивает именно на том, что даже самому художнику, самому гению до конца непонятна внутренняя природа и внутренняя глубина тех откровений, которые ему даются в процессе творческого акта и в процессе художественного созерцания. Но наиболее удивительно, по мнению Шеллинга, заключается не столько в существовании противоположных способностей, то есть сознательного и бессознательного, рационального и иррационального в искусстве, сколько возможностей их соединения в единое гармоническое целое, что и происходит, как в процессе творческого акта, так и в явлении самого художественного произведения. Взаимодействие бессознательных и сознательных сторон не поддается рациональному осмыслению. Это, опять же, мы вспоминаем всю философскую систему Шеллинга, и есть то, что отсылает нас к удивительному моменту внутреннего сочетания «я субъекта и первоначальной творящей силы природы», то есть некого иррационального хаоса, о котором говорит Шеллинг в начале всей своей философской системы. И далее он утверждает, что и универсум во всей полноте заключает многое из того, что далеко от чистой рациональности и способности разлагаться на конкретные рациональные понятия. Поэтому каждый отдельный результат взаимодействия противоположностей, то есть произведения искусства, как этот результат гармонического взаимодействия противоположностей, несет на себе фрагмент целости и непостижимого единства и гармонии окружающего мира. И, подобно Канту, то есть, опять же, мы делаем параллель к тому основоположнику, пожалуй, немецкой классической философии, По Шеллингу внутренний импульс художественного произведения является в чувственном конкретном образе или некой ауре этого произведения, а не в тех деталях, то есть не в том, опять же, неком критическом или рациональном осмыслении, которому может быть подвергнуто художественное произведение. Однако самая большая тайна искусства по Шеллингу состоит в том, что художественный образ способен обретать качество всеобщности, свойства символа с присущей последнему, то есть символу, неисчерпаемой глубиной и непостижимостью. И отсюда, как бы вот из этого утверждения, из этого эстетического вывода Шеллинга во всей его философской системе получила и распространение известная теория символа Шеллинга, которая также представлена и разработана в его труде «Система трансцендентального идеализма». Итак, философ, то есть Шеллинг, различает три понятия. Понятие схемы, аллегории и символы. При этом каждый из них он достаточно четко, кратко и конкретно определяет. Итак, под схемой Шеллинг понимает такое изображение, когда особенное передается через общее. Ну и отсюда сведение к схематизму восприятия и во многом к спискам или критериям конкретных понятий, которые и характеризуют схематическое мышление или схематическое описание реальной действительности, которое вполне возможно. Шеллинг настаивает на том, что язык схемы – язык максимально обобщенный, простой и сухой. Далее же Шеллинг, наоборот, разрабатывает понятие антипод, то есть понятие аллегорий. И он утверждает, что в аллегории, наоборот, общее созерцается через особенное. То есть как бы от частного делается шаг, или делается заключение к всеобщему своего рода. Аллегория предполагает в себе момент индукции, о котором и говорит Шеллинг. Но далее он разрабатывает третье и наиболее сложное понятие как раз всей своей чисто теоретической, философской и эстетической системы, а именно понятие символа. Так вот, символ, утверждает Шеллинг, есть одновременно и синтез первых двух категорий, то есть синтез схематического упрощенного и аллегорического конкретного мышления, но одновременно и превышение и того, и другого. Почему? Потому что еще раз я раскрываю ту мысль Шеллинга о том, что символ, как правило, через понятие символа характеризуется произведение искусства, которое содержит в себе некий познавательный люфт, то есть содержит в себе некую ауру, которая познается только интуитивно, которая познается чувственно и иррационально, и которая, опять же, выводит человеческое сознание, человеческое существо в те сферы, которые невозможно раскрыть через чисто умопостигаемые или через чисто рациональные понятия, которые вполне отразимы на языке схемы или на языке аллегории по Шеллингу. И таким образом, вот в этой триаде схема аллегории и символ, символ занимает даже не вершинное, а скорее принципиально инаковое место, которое и призвано, то есть, собственно, символ и призван характеризовать собой явление или произведение искусства, потому что подлинный шедевр, подлинное произведение искусства никогда не может уместиться ни в схему, ни тем более в язык аллегорических понятий. Далее, по мнению Шеллинга, подлинному искусству удается выразить абсолют, независимо от природы изображаемых объектов. Опять же, это вот та внутренняя, ну, можно сказать, такая метафизическая или иррациональная сила искусства, которая позволяет ему вскрыть гармонию, недоступную привычному мировосприятию, и, соответственно, погрузиться как вот в онтологические, то есть в первобытийные корни мироздания. Основной способностью, свойственной произведению искусства ввиду этого, нужно считать буквально, говорит Шеллинг, бесконечность бессознательности. И вот таким образом, вводя как бы это новое определение или этот новый термин бесконечность бессознательности, Шеллинг даже выходит, как бы идет дальше своего определения, что в искусстве примеряется свобода и необходимость, примеряется сознательное и бессознательное, а настаивает как раз на определенной, на такой онтологической, символической природе искусства, в которой бесконечность бессознательности, то есть превалирование того, что превышает человеческое существо, превышает имманентное, такое обыденное мировосприятие, на нем как раз делается акцент, то есть бесконечность бессознательности, Это та соль, то есть то, ради чего существует и в чем выражается специфика художественного произведения и художественного творчества. Художественная одаренность по Шеллингу есть особое качество, с помощью которого искусству удается совершить буквально невозможное. От нее, то есть от этой художественной одаренности гения, зависит, превратится ли обрабатываемый материал в произведение искусства, или он останется схемой или копией действительности. «Высшая мудрость и внутренняя красота художника, — пишет Шеллинг, — может отобразиться во вздорном или безобразном того, что он изображает. И только в этом смысле безобразное может стать предметом искусства. Причем в этом отображении безобразное как бы перестает быть безобразным». На этом я завершаю цитату, то есть так подчеркивает Шеллинг. И мы помним, что буквально эти строки действительно во многом могут нас отнести и к мысли Виктора Юго, и к рассуждениям и Бальзака, и Флабера, в эстетических теориях которых разговор у нас еще впереди. То есть именно присуществление самой сути безобразного, как бы преображения в акте художественного творчества, того, что является безобразным материалом или кричащим безобразием, и страданием действительности — это то, в чем состоит действительно чудодейственная и, по-своему, с другой стороны, онтологическая роль и онтологически совершенно неповторимая сущность искусства. И поэтому Шеллинг говорит о том, что действительно вот эта эстетическая концепция, которую он строит, она венчает его философскую систему и, еще раз напоминаю, она отсылает вот к той самой, к тому самому тезису мировоззренческому и философскому в общем восприятии Шеллинга, что субъективный дух, да, или как бы некое «я», некое личностное начало не противоречит, а наоборот очень сложным и таинственным образом вплетается, как бы совпадает с первоначальной силой сотворения, с первоначальной идеей развития мира. Таким образом, как бы у Шеллинга через эстетику, опять же, гармонизуется вся его философская система, вся его философская концепция, она опретает как бы некую телеологию, да, то есть некую цель или гармонию, она не существует как отдельные части и, конечно же, не является пессимистической концепцией, в которой субъективная жизнь, да, или «я», субъект отпадает как бы от всех законов, хаотических законов мироздания. Опять же, ситуация, как мы уже знаем, достаточно классическая для периода вот XVIII века, да, XVIII-начала XIX века немецкой философии, то есть эстетика есть апофеоз философской мысли многих мыслителей, такой гармонизующий апофеоз философской мысли многих философов в эту эпоху. Ну и далее, как бы, наверное, последняя фигура, ничуть не менее, даже, наверное, более известная и классическая, чем фигура Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга. Значит, нам предстоит к рассмотрению все философское наследие Гегеля и, опять же, его эстетическая концепция, которая органично вписывается в систему его мировоззренческих взглядов. Итак, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 1770-1831 годы его жизни, и мыслитель, который по праву, наверное, называется вершиной классической немецкой философии, во многом личностью, которая, наверное, завершила и подытожила многие из тех философских, и в том числе и эстетических, мировоззренческих дерзновений, которые создавались в эту эпоху и, скажем так, чуть раньше, да, то есть до создания множества философских трудов Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Итак, собственно, эстетическое наследие Гегеля вбирает в себя буквально всю теоретическую проблематику, обсуждавшуюся до него, то есть Гегель создает свои работы не просто не на пустом месте, а он, безусловно, изучает и достаточно подробно труды всех своих предшественников, в том числе и Канта, которого, как мы помним, в 1770 году, да, то есть вот как раз в год рождения Гегеля является вот такой мировоззренческий перелом, то есть начинается критический период его творчества. Гегель же, значит, во многом на базе этих трудов создают свою концепцию глобальной исторической эволюции и искусства, как бы и философии, и всего мироздания в целом. То есть, опять же, вся философская система Гегеля классична, во многом классична уже потому, что, опять же, всю идею развития эволюции, скажем так, некоего культурного многообразия мира он пытается вписать в единую систему своей диалектической философии и своих мировоззренческих, да, позиций своих мировоззренческих взглядов. Если, собственно, обращаться к эстетической проблематике, да, и, как бы, к историографии искусства, в рамках труда Гегеля следует сказать, что он выделяет хронологически три стадии развития искусств, которые, как бы, соответствуют хронологически и культурным стадиям развития народов, то есть культурным стадиям развития мировой истории. Итак, Гегель выделяет три ступени, три, как бы, этапа, на которых совершенно по-своему характеризуется эстетика и искусство. Первую стадию развития эстетики и одновременно эстетического сознания он именует как символическую стадию или символический уровень искусства, относя к этой ступени преимущественно искусство и мировоззрение стран Востока, имеется в виду, конечно же, Древний Восток. Почему? Потому что Гегель утверждает, что в этот период происходит, как бы, масштабнейшее давление содержания над формой, то есть, иными словами, все искусство, по сути своей, является символичным, а зачастую и религиозным. Хотя эти понятия, конечно же, не синонимичны у Гегеля. Почему? Потому что то содержание, которое вкладывается, да, которое призвано раскрывать, раскрывать собой искусство во многом превосходит формы, во многом превосходит уровень разработности форм, которые являются, как бы, еще на зачаточном состоянии, да, как бы, на зачаточной стадии своего развития. Итак, вслед за символической стадией, вслед за символическим этапом развития искусства по Гегелю наступает эпоха классическая или классический этап развития эстетики. Он, в отличие от символического этапа, характеризуется тем, что это как раз тот относительно краткий промежуток времени, когда в искусстве устанавливается своего рода гармония между содержанием и формой. То есть, находится вот та структура, то полное соответствие объема содержания и формы, которое являет и характеризует собой, пожалуй, только искусство античности, и даже в более частном виде, да, то есть в более частном выражении его искусство классической античности. Только в классическую эпоху, только в период развития классической стадии искусства по Гегелю достигается вот как раз то предельное выражение внутреннего содержания совершенства формы, что, кстати, можно вспомнить и охарактеризовать понятием кала-каготии, которое достаточно было распространено в античной эстетике и в античной философии. И оно более уже по мысли Гегеля никогда не повторяется в грядущие этапы, в грядущие эпохи развития мировой культуры. Далее же, после классической стадии, по Гегелю наступает романтический период или романтическая эпоха в развитии культуры и в развитии эстетики. Она, прежде всего, характеризуется превалированием содержания над формой. То есть, иными словами, в эпоху романтического развития искусства наступает такой период, когда содержание всегда сложнее формы, поэтому оно, с одной стороны, ей не соответствует, с другой стороны, всегда требует более утонченной, более предметной разработки формальной стороны в искусстве и в эстетической жизни. И эту стадию, то есть романтический период, Гегель условно обозначает как конец Средневековья и далее до начала XIX века, то есть, фактически, как бы до современной ему эпохи. И Гегель утверждает, что, в принципе, главный стимул эволюции искусства есть взаимодействие материального и духовного начала, соотношение которых и приводит, в конечном счете, к превалированию духовного, что Гегель и именует максимальным развитием рефлексии. Опять же, обращаю внимание на то, что вот тот рефлексийный люфт, то есть тот момент размышления искусства над самим собой, который характерен уже как бы для Гегелевской эпохи, именно и характеризует романтический этап развития культуры, романтический этап развития эстетики. Соответственно, Гегель утверждает, что вся эволюция эстетики, именно эстетического мировоззрения, как бы всей эстетической проблематики, и развивается как раз по линии истончения материального и превалирования духовного содержания. И именно с этой концепцией искусства и связана Гегельевская теория лидирующих видов искусств, которая на романтической стадии по мысли Гегеля очень четко демонстрирует апофеоз музыки и лирической поэзии. То есть музыка и лирическая поэзия по Гегелю – это два вида искусств, которые как раз максимально четко, наглядно демонстрируют то превалирование духовного, то есть максимально отрешенного от формы содержания. Поэтому только музыка и лирическая поэзия могут наиболее адекватно выражать дух развитый, то есть дух высокий, одновременно и рефлексийной романтической эпохи в развитии культуры. Далее же, если обращаться уже собственно к тому, как вся эстетическая система Гегеля включена в его общую философскую мировоззренческую проблематику, следует отметить, что по мысли Гегеля все существующее, как, собственно говоря, и сменяющие друг друга формы духовной деятельности, формы активности человека, есть результат саморазвития абсолютной идеи или абсолютного духа. И вот именно понятие абсолютной идеи или абсолютного духа есть центральное ведущее понятие всей мировоззренческой системы и всей философии Гегеля. Потому, кстати, Гегеля и именуют, пожалуй, одним из, наверное, таких ведущих и классических первых идеалистов в истории немецкой философии и эстетики. То есть, иными словами, всю свою философскую систему Гегель начинает с разработки тезиса о том, что все в мире, то есть все мироздание возникает как результат самоотчуждения абсолютного духа. То есть Гегель выделяет по-своему три стадии развития этого абсолютного духа или абсолютной идеи, лежащие в начале мироздания. Первую стадию он характеризует как развитие абсолютного духа в себе самом, так называемую внутрисубстанциальную жизнь, в которую проникнуть достаточно сложно, хотя бы потому, что она является уже тем, что предшествует созданию мира вообще. Так как акт создания мира или развития, то есть начало мира и бытия, Гегель характеризует как вторую стадию развития абсолютного духа или абсолютной идеи и именует ее актом самоотчуждения абсолютного духа, то есть превращение эманации абсолютного духа в мир. Абсолютная идея или абсолютный дух перестает быть тождественной самой себе. Возникает некая иная сущность, которую можно назвать субстанцией мира. И третий же последний этап жизни и саморазвития диалектического, конечно же, саморазвития абсолютной идеи Гегель характеризует как возвращение ее в собственное лоно, но уже как раз на новом уровне, то есть как бы пройдя вот те стадии, те глубинные процессы исторического, эволюционного и диалектического развития, которые и характеризуют собой мироздание. Именно вот в связи с тем, что Гегель абсолютный дух и абсолютную идею ставит в центр, начало своей философской и мировоззренческой системы. Еще раз повторяюсь, его именуют объективным идеалистом, в отличие от Шеллинга, который именовался субъективным идеалистом, и к идее гармонии мира шел наоборот через постижение глубин я-субъекта, то есть через постижение феномена личности. Гегель начинает по-другому. Гегель, как бы хронология, если так можно выразиться, условно говоря, хронология философской мысли развивается несколько по-иному. Так вот, далее, если не углубляться, конечно же, во всю очень разветвленную и очень сложную систему Гегеля, следует остановиться как бы на третьем и последнем этапе его философии и его размышлении об возвращении абсолютной идеи в свою собственную лону, то есть как бы об общей гармонизации системы мира и системы бытия. И Гегель считает, что это происходит как бы во многом через объективный дух. А объективный дух, который сближает жизнь историческую, культурную человека с абсолютным духом, выражается в трех высочайших формах человеческой активности и в трех высочайших формах человеческого познания по Гегеле. Какие это три формы? Гегель имеет в виду религию, философию и искусство. Но порядок иногда варьируется и меняется. Сразу следует сказать, что философию он выделяет как высочайшую форму познания человека. Несколько позже я поясню, почему. Но одно из, что нас особо интересует, что одно из как раз тех высших форм жизни и деятельности человеческого духа, о которых говорит Гегель, он и выделяет искусство. То есть он выделяет искусство как своего рода ступень самовозвращения абсолютной идеи в свое внутреннее лоно. То есть как гармонизацию всей системы бытия и мироздания. И далее Гегель утверждает, что одно из основных и важнейших свойств прекрасного и, соответственно, искусство как своего рода особо высочайшего вида познания человека состоит в том, что выступая как всеобщее понятие в чувственном образе, или пользуясь полностью формулировкой Гегеля, как абсолютная идея в ее внешнем и на бытии, оно снимает односторонность теоретического и практического отношения. То есть прекрасное явление, опять же, превращает несвободную конечность в свободную бесконечность. Вновь, как мы видим, формулировки и итоги Гегелевской философии прекрасного очень и очень близки его предшественникам, в том числе, конечно же, и Эммануилу Канту. Но, опять же, Гегель к этому выводу приходит по-своему. То есть он, как объективный идеалист, говорит о том, что в искусстве, как, скажем так, опять же, высочайшей, тончайшей форме деятельности и духовной активности человека наиболее ясно в мироздании проступают, вот, скажем, следы, проступают акты, проступают идеи самореализации и саморазвертывания абсолютного духа, а, соответственно, как бы, и гармонии всего исторического развития, всего развития мира. При этом Гегель в своей системе одинаково опровергает взгляды, согласно которым ценность искусства состоит в способности пробуждать в нас чувства или в возможности искусства служить средством морального воздействия. Искусство само по себе, и оно не антропоцентрично, да, то есть оно не сосредоточено, не существует для каких-то целей человеческой личности. Искусство существует как акт самореализации, как акт самопознания, да, через человека, в том числе абсолютного духа. Это также момент, который отличает несколько вот уже философию Гегеля от его предшественников. Аффективная сторона искусства, утверждает Гегель, не обнаруживает его специфики в сравнении с аналогичным воздействием красноречия или религиозных культов. Поэтому эмоциональность, как раз ориентированность на чувственное содержание, на эффект формы, вовсе не то, что составляет главную отличительную черту и основное содержание искусства. А если возможность морального совершенствования рассматривать не как имплицитную, да, то есть не как органически вплетенную, вставленную, условно говоря, да, в произведение искусства, а как основную его цель, то об искусстве, по мысли Гегеля, вообще не может быть и речи, так как искусство творится, опять же, как акт высшей свободы, не обусловлены ничем, в том числе никакими ни моральными, ни гносологическими, да, ни какими тем более рациональными посылками. Вновь тезис, который и отсылает, и сближает философию Гегеля с подобными же размышлениями Канта и, пожалуй, и Шиллера. Вспоминаем, опять же, его максимум, его высказывание о том, что искусство существует, да, или искусство призвано свободу давать свободой. Итак, по мысли Гегеля, высшая субстанциальная цель искусства состоит в том, что оно раскрывает истину в чувственной форме. А истина для Гегеля — это как раз и есть абсолютный дух или абсолютная идея, которая лежит вот в основе мироздания, которая является собой высшую цель, высший смысл всего исторического процесса, всего процесса развития и реализации эволюции мира в целом. Более того, утверждает Гегель, что только воплощая внутреннее содержание во внешнем, человек получает возможность и сохранить себя как целостность и как субъект и индивид в этом ходе мировой истории, да, то есть в этом ходе развития всего мироздания. К тому же, произведение искусства не может остановиться на изображении антагонизмов и раздвоенности, потому что задача искусства по Гегелю — показать преодоление противоречия и как бы не дать свободной красоте погибну, то есть не дать свободной красоте преломиться в некую ущербную, а следовательно отделенную от высшего духа и от абсолютной реальности. Опять же, кстати, любопытно, что этот тезис сближает Гегеля с его предшественником, условно говоря, романтиком, да, то есть с фигурой как раз пограничной между романтизмом и немецкой классической философией с, если помним, рассуждениями Готхольда и Фраима Лессинга, как раз вот о границах живописи и поэзии, в которых он и поднимает ту самую проблематику, что живописи доступны те высоты, те глубины, статики, которым нет места в поэзии, и наоборот, поэзия более призвана осуществлять или одражать некие внутренние изменения, то есть внутренние противоречивые состояния душевной жизни человека. В общем-то, Гегель напрямую как раз в своих тезисах о прекрасном и выражении о том, что задача искусства как раз есть показать преодоление ущербности, то есть показать преодоление противоречия во многом сближается с эстетикой Готхольда и Фраима Лессинга. И далее Гегель как раз утверждает, что в пластических искусствах, где образ имеет статичный характер, изображение развития и преодоление противоречия невозможно, что, собственно говоря, и делает пластические искусства во многом пережитком прошлого. Поэтому пластическим искусствам разрешено и доступно не все то из того, что доступно драматическим видам искусства и, в частности, драматической поэзии. Но Гегель одновременно, прописывая этот тезис, предостерегает от противопоставления прекрасного, но не истинного и истинного, но далеко не прекрасного, ибо лишь в своей соотнесенности по мысли Гегеля эти сущности способны образовать портрет действительности, не лишенный идеала. И таким образом мы, кстати, видим и обращение как раз развития диалектической мысли Гегеля, собственно говоря, суть диалектики и состоит еще с античной традицией, если вспомнить об этом, в узрении единства за противоположностями, то есть в узрении того, как на различных уровнях реализуется как бы некая единая система, единый дух или единая мысль по Гегелю. И вот как раз реализация абсолютного духа в прекрасном через диалектические его противоположности. И есть вершина, опять же повторюсь, диалектики, то есть вершина той сложнейшей жизни, которая осуществляется как вот своего рода самопознание или самоосуществление абсолютного духа в жизни мира, природы, человека, культуры и истории. К тому же Гегель, рассуждая как раз о неком формализме в искусстве и косвенным образом, и о проблеме негативного, о проблеме безобразного в искусстве, всегда прекрасно понимал, что современный ему художник, то есть художник уже романтической, да, даже романтической эпохи на своей завершающей стадии, условно говоря, как писал Гегель, чтобы мог сказать «да», должен изначально сказать «нет». То есть как это можно расшифровать, что чтобы современный, даже Гегелю художник, да, мог дать какое-то положительное содержание, он должен включить в него тот самый элемент диалектического преодоления дисгармонии, диалектического преодоления некой самозамкнутости, реальности, о которой и говорит Гегель, и как раз именно о ней он и говорит, в том, что пластические искусства уже не в силах отразить, не в силах дать тот элемент диалектики, который неизбежно существует в адекватном, в как бы так текучем диалектическом постижении реальности. В общей философской концепции Гегеля также присутствует и собственный взгляд на проблему зла и его роли в истории, который тоже достаточно любопытен и может быть осмыслен как раз только в системе и в рамках понимания всей диалектики Гегеля и в рамках понимания его как раз общих философских взглядов, опять же повторюсь, основывающихся на том, что у истоков мироздания, у истоков бытия как такового лежит абсолютный дух или абсолютного идея. Итак, по мнению Гегеля, страсти и свои корыстные цели удовлетворения эгоизма имеют, пожалуй, наибольшую силу в историческом процессе. Но это, по мысли Гегеля, происходит потому, что в истории всегда получаются иные результаты, чем те, на которые непосредственно направлены действия людей. И итоговый вывод Гегеля как раз в ракурсе его историософской концепции и в ракурсе его размышлений о роли зла в истории оказывается очень близок выраженной уже художественной мысли Йоты, выражена она в Фаусте, что буквально, хотя дух отрицания и всегда желает зла, ему постоянно предуготовано и приходится творить благо. Почему? Потому что мир развивается диалектически, и вся система развития мироздания является собой преодоление противоположностей, преодоление неких противоречий и коллизий, без которых невозможно вообще самопознание и самореализация абсолютного духа или абсолютной идеи. И именно с этой его концепцией, то есть концепцией взгляда и на, условно говоря, оправдание зла и на историософские моменты связана и Гегелевская теория преодоления и разрешения противоречий в содержании произведений искусств. Собственно говоря, его прогноз относительно того, какие жанры искусств сменят как раз лирическую поэзию и музыку, которая достигла своего апогея, которая достигла высочайшего своего развития на романтической стадии культуры, о которой и говорит Гегель. Гегель в своих философских трудах, в частности, и в феноменологии духа, и в системе философских наук делает такие прогнозы, или, условно говоря, такие каденции о том, что грядущим литературным жанром и вообще основным жанром в эстетике будет не что иное, как роман. И, собственно говоря, роман Гегель характеризует даже, пожалуй, шире, чем чисто литературный жанр. Почему? Потому что Гегель утверждает, что роман отличает динамическая полифоничность сюжета, богатство характеров и жизненных состояний, которые способен вместить только этот жанр, то есть только жанр вот такой масштабнейшей картины реальной жизни, масштабнейшей картины, включенной в произведение искусства действительности. Поэтому роман освобождает то, что как бы являет это действительность. И, с другой стороны, он на место прозаичной формы ставит некую новую, родственную ей, но, тем не менее, совершенно иную по содержанию форму, и он благоприятствует восприятию красоты в искусстве как своего рода присуществленной или притворенной действительности. И поэтому в такой теории романа, романа как универсального жанра, еще раз говорю, как универсального жанра такого литературно-философского восприятия по Гегелю, нашло воплощение как раз и стремление Гегеля более широко осмыслить понятие самой художественности как таковой, и как раз сделать акцент на то, с чего мы начали разговор о всей философской системе Гегеля. То есть через сам жанр романа Гегель вновь возвращается к той мысли, что в искусстве, как в одной из форм самореализации и самоосмысления абсолютного духа, происходит как раз отражение этого процесса. То есть происходит отражение процесса того, как в мироздании реализует себя абсолютная идея, и как в мироздании реализует себя вот та самая абсолютная, духовная, но иногда Гегель употребляет слово, и божественная сила, которая лежит в основе его истоков, которая как бы лежит в основе всей системы мироздания. Ну и далее, как я уже сказала, две формы, два вида еще человеческой активности, и человеческой активности в процессе развития культуры, называет Гегель. Две высочайшие ее формы — это религия и критическая и диалектическая философия. Почему Гегель утверждает, что, кстати, из этой триады, что религию он отдает первое, как и наиболее древнейшее место, как той форме самосознания человека, самосознания культуры и реализации абсолютного духа и абсолютной идеи, в которой как бы через догматизм абсолютная идея совершает акт своей эманации, то есть акт своего излучения. И поэтому через религиозные постулаты, через религиозные догмы, да, открывается многое из того, что недоступно постичь просто через такое поверхностное созерцание действительности. Но, с другой стороны, утверждает Гегель, религия по сути своей достаточно замкнута, она предполагает в себе элемент мистицизма, то есть она предполагает то, что как бы отделяется религиозный, в том числе и религиозного, мистического субъекта человека от всей реальной, противоречивой и диалектически развивающейся жизни. Поэтому религия может быть как бы названа вот такой, вот как я уже сказала, древнейшей или своего рода условной ступенью самопостижения или самореализации абсолютного духа в мире. Далее как раз вот в этой триаде по мысли Гегеля и следует искусство. В искусстве, как мы уже достаточно подробно сказали, происходит наиболее тонкая эманация, то есть наиболее тонкая реализация, раскрытие, откровение абсолютного духа. И, с другой стороны, примирение человека с необходимостью действительности и с той внутренней свободой, которая существует. То есть в искусстве как раз происходит элемент такого гармонического взаимосочетания двух реальностей, реальности внутренней жизни человека и реальности абсолютного духа, то есть реальности той идеи, можно сказать, мировой истории, которой и движется весь философский замысел и вся философская концепция Гегеля. Но в этой триаде высшее место как этап, как высший этап развития культуры и высший этап сознания и самосознания человека, говорит Гегель, все-таки отводится к критической и диалектической философии. Почему? Потому что Гегель очень трепетно и очень тонко относился к разработанному им философскому методу, который отчасти, конечно же, реализовал до него Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, а именно ту самую философскую диалектику. То есть диалектику, с одной стороны, как поиск и узрение единства за противоположностями, с другой стороны, как описание совершенно многосложневых, многоуровневых мировых процессов, которые и происходят. Так вот, Гегель утверждает, что только через критическую, диалектически развитую философскую мысль можно достичь того единства, того сочетания, через которое, с одной стороны, отражается идея или мысль о присутствии, то есть об основании абсолютного духа во всей системе мироздания, с другой же стороны, очень ярко и скрупулезно прослеживаются все детали, все коллизии, все противоречия в развитии мира. Поэтому все-таки критическую философию, как такую методологически, диалектически очень четко и тонко развитую мысль, Гегель ставит и обозначает как вершину всего своего философского труда и всего своего, скажем так, методологического видения культуры и методологического видения тех достижений, которые предстоят человеку в развитии или в реализации того замысла самоосуществления, саморазвития абсолютной идеи, которые по Гегелю и представлены в культуре. Поэтому религия, искусство и философия, еще раз повторюсь, являются той трядой высшего самопознания, высшей самореализации абсолютного духа по Гегелю. С другой же стороны, это является и своего рода методологией, через которую мир познает себя и через которую как раз реализуется вот та самая структура его жизни, структура, еще раз говорю, достаточно сложная и достаточно диалектическая. Тем не менее, в рамках внутри концепции всей немецкой философии, как ее вершина, как ее венец, как я уже упомянула, упомянула Георг Вильгельм Фридрих Гегель, также искусству отдает вот уже не ведущую роль, в отличие, например, от Канта, Шиллера и Шеллинга, о которых мы говорили ранее, но делает его вот частью той неразложимой, неделимой триады, вне которой не мыслится самоосуществление абсолютного духа и жизни этого абсолютного духа в мире. Поэтому и всю философскую систему Гегеля, почему также ее называют вершиной мировой философии, вершиной немецкой классической философии, ее можно назвать, наверное, действительно одной из последних в системе развития всей философской мысли немецкой классики, в которой мир и идея развития мира представлена достаточно органично. То есть Гегель в своей философской структуре как бы замыслил отразить все процессы становления и все процессы развития бытия. И, собственно говоря, эстетическая сторона, то есть искусство в этом потоке времени, в ходе этого процесса занимает у него вот такую вот серединную, нераздельную с двумя другими видами, с двумя другими формами человеческой активности роль и деятельность. Таким образом, как бы являя вот уже составную часть во всей сложнейшей системе структуры и культуры, которую, собственно говоря, открывает и завершает собой все философское мировоззрение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Ну и далее, наверное, как бы подытоживая всю такую достаточно масштабную информацию по немецкой классической философии и эстетике, следует сказать, и, наверное, еще раз повторить, но еще раз провести тот тезис, что после развития немецкой классической эстетики, пожалуй, в истории всей мировой культуры уже не предпринимались вот такие вот попытки или масштабные концепции и философские, и эстетические, которые были призваны отразить или вместить в себя всю структуру бытия. Фактически, как бы вот немецкая классическая философия являлась последней попыткой культуры представить именно анализ искусства в рамках целостных и логических, и гносологических, то есть, еще раз напомню, посвященных структуре познания и общих и целых философских мировоззренческих систем. В общем-то, реальная художественная практика и интеллектуальная атмосфера середины XIX столетия свидетельствуют уже о принципиально новой ситуации в художественной жизни и, собственно говоря, о пришествии новых и эстетических, и мировоззренческих концепций и теорий, новизна которых и состояла в том, что большей частью это уже были открытые концепции, то есть открытые концепции, которые в своем толковании оставляли, скажем так, некий люфт, то есть некий момент для домысливания и для различных интерпретаций и трактовок. Это то, что было совершенно не характерно для немецкой классической философии и эстетики, которая в основе и в идее своей была как раз ориентирована на отражение гармоничной картины мира и на максимальное построение, то есть на максимальное проведение этой гармоничной картины мира через все области и через все отрасли и философии и всех других наук. И, собственно говоря, как мы уже упоминали, эстетики как высшие формы философского синтеза, то есть даже не столько анализа, а сколько синтеза, потому что эстетика раскрывала те миры, те способности, на которые не была как раз направлена ни гносология, ни любая другая отрасль, ни любой другой раздел общей философской системы. Поэтому, собственно говоря, те теории, которые могут именоваться уже как неклассическая или, с другой стороны, постклассическая эстетика по своему духу, по своим мировоззренческим корням и, соответственно, как бы и по той эстетической проблематике, которая в них явлена, не совпадают уже с классической немецкой философией, а наоборот, во многом даже являются контрарными, то есть противоположными ей. И во многих эстетических и философских концепциях, которые уже пришли на смену немецкой классике, наоборот, как раз подвергается критике вот тот самый пан-логизм Гегеля, Георга Вильгельма, Фридриха Гегеля, потому что именно в его системе была совершена попытка вот как раз уже целостно отобразить весь мир, всю систему мироздания вот в трех упомянутых нами высшей формы человеческой активности и активности человеческого духа. Еще раз повторюсь, что это религия, искусство и критическая, аналитическая, диалектическая философия. Система искусств, да, система мира осмысления, которая приходит на смену этому, поэтому и характеризуется последегелевскими, да, или называются системами, как правило, критикующими пан-логизм Гегеля. В этом их принципиальное отличие. Еще раз, как бы в этом то, что состоит то, что принципиально отличает вот всю другую уже постклассическую культуру от той вершины, о которой мы поговорили, то есть, в общем-то, от немецкой классической философии эстетики, которая никогда вот больше не повторилась во всей мировой культуре. На этом я прощаюсь. До свидания.